и снова здравствуйте дорогие друзья продолжаем наш тренинг по базовым основам массажа и иммунальной терапии и одна из основ это наш стол какой должен быть во-первых мы не давали в долгие подробности скажу что самое важное у него параметры это высота там проводились много проводилось много исследований и пониже скаменчики такие были да и повыше делали стол но самое удобное тогда когда он примерно на высоте расстояния ладоней для меня это низкий получается и кулаков кулаки пустили попробовать вам как по размеру подойдет такой для вас вот такая вас на стола но мы можем маневрировать если стол там не поднимается никогда ли в процессе есть такие знаете такие педали поднимающие его бывают следующий стол и сверху там и сбоку нагибаются всякие части достаточно простого стола это дешевый стол галочку был жесткий жестко закрепленные ножки а высоту мы можем менять тем что как я говорил эту позу встаем у нас уже автоматически ведет работа на нашем удобном уровне меняем кожу да и можем мы решили уже ставит постоянно переходить в тело человека обрабатываю разные его части страны иногда можно будет даже залазить на стол чтобы сверху продавить человека желательно чтобы была дырка в столе так удобно многим лежать но не всем расскажу некоторые дырки где-то процента 10 людей из процентов клиентов не любят дырки хотя многим вот именно нужно дырка поэтому тогда мы перекладываем человек либо головой в эту сторону либо он ложится мимо дырки сбоку но сбоку это плохо потому что она перекрывается позвоночник получается другой идет очень удобная столы я рекомендую там где дырки нету но вставляется вот такие вот двухстежных такой отдельная такая душка чтобы не было жестко рекомендую все таки ну для многих знает уже со своими полосочками приходит свернуть небольшим валиком и вот так вот внутри дырки мы обрабатываем под вот долго и комфортно лежать не остановился след да да если это оставалось и кровообращение нормально было и чтобы он там ну кого-то у нас у всех разная форма черепов иногда скулы давят у кого-то борода там кадык дает чтобы не давило да или есть такие подушки ой сейчас я вам может быть видеть такие подушки существуют полукруглые в самолетах иногда раздают дали далеко мутом а так одевается также можно удобно использовать развернув как в эту сторону под лоб да получается в обратную сторону шею только смотрите опять же люди разного кто-то задыхается у кого-то наоборот большая челюсть ему удобно лежать в общем это все индивидуально плоды ноги ну если мы так располагаем человека в ту сторону головы мы хотим обычно варик если вы это нет то я использую подушки под углом это вот две подушками вот видите не с ускором таким для чего это делается для того чтобы ноги человека а также его пятки особенно пятки находились выше головы точнее выше сердца ну давайте вот например а ну опять же хочу ну что должно быть персонально массажиста набор там полотенчиков простыми обязательно потому что надо их расстилать укрывать человека желательно чтобы они были теплые я использую на этом про просто не отдельный видео курсик такой небольшой их можно подогревать на специальном колорифере либо есть плитки такие подогревающие специально ником не комфорте которые для а просто для подогрева там камни стом для спон терапии подогревают полотенца просто не подогревают ну вот ложись сюда ногами да да можно снять умещаешься да да вот если человек не умещается или там как-то люк неровно обязательно но не стесняйтесь а подправьте его так как вам надо чтобы вы видели как он лежит здесь вот под стопы именно под щиколотку самый большой выступ находится у подушек до или у валика чтобы они максимально комфортно растянулись то есть не вот здесь должно быть да ну здесь подушка должна лежать а именно под сводом ну где загибается стопада наиболее расслабленное получается тело человека пятки как мы видим лежат выше сердца до соответственно идет отток крови и хотя бы в этом состоянии идет отток лимфы в том что с лимфы у нас обычно врачи про это не говорят и многие клиенты и массажисты забывают вообще люди как-то зависимый следят но течение лимфы для нас очень важно в организме потому что это ну если коротко это наше очистительное сооружение организма да если она не работает она как правило течет только снизу вверх и течет без всяких внутренних органов которые задают моторику движений да то есть есть как уговорка даже что кровь в теле человека качает сердце а лимфы только массажист и в какой-то степени это правда потому что в природе лимфа сокращает она течет за счет сокращения мышц сократительной деятельности мышц но есть две проблемы людей либо они перегружены занимаются спортом много ходят там по работе до соответственно забиты получаются мышцы они лимфы тоже не дают протоку нормальной проточной системы либо человек сидит сидящий образ жизни сейчас тоже практически 70-80 процентов населения компьютеры машины рули соответственно тоже не идет сократительной деятельности мышц лимфа застаивается и третья причина причем застаивается потому что мы сейчас используем антиперспиранты всякие там оба с малого таза с у нас не работает постоянно сидит потом эти моющиеся средства мы используем до химические шампуни они все влияют на потоотделение на поры потовые поры напрямую связано с лимфосистем кроме того всякие спазмолитики убирающие там сопли и кашель и так далее до 10 чищенос они тоже закрывают действенность лимфа лимфа она должна также дышать в нашем организме как будто мы дышим воздухом то есть воздухом спокойно дышим она ей нужна какая-то вспомогательная часть помогать на части находится для нее массажист это наша доля и люди за это готовы платить поэтому объясняйте им тоже грамоты что в любом вообще я не отделяю лимфомассаж как как отдельным массажем ходят вообще и вот в этот массаж который мы будем делать он входит то есть уже идет работа с лимфой и покачивая хотя бы лежит там полчаса час до уже идет автоматически под силой гравитации оттук от ног кроме того почему вот это надо поднимать ноги потому что конституция человека разного это коленки у некоторых выпирают это просто просто больно будет если вы будете работать до 100 стороны у некоторых людей настолько они как бы упирают что они аж ноги разворачивают вот так лежат если без подушки да тоже неправильно когда вы переходите ногами а человек лёг неправильно да не бойтесь проходите прямо раз подогнули ногу так как вам надо и положили ровно по одной оси чтобы она лежала от пятки до ягодицы симметрично если вам человек лёг криво как тогда тоже его поправьте подскажите как ему лечь не будет ему все это говорить положите руки так как надо но обычно клиенты уже приходят когда они в первый раз то желательно они уже просто помнят да и вы не подсказывайте словесно уже да а просто сами за них его задача полностью расслабиться это чтобы полностью расслабился не надо мне несколько раз говорить там ты неправильно лег там еще чего-то у меня была одна одна такая массажистка женщина просто напрямую билла по черепу вот такие вот манеры у женщины к тому же поэтому желательно да его наиболее комфортно составить состояние оставлять за счет того что вы сами ему подсказывайте помогаете подкладывать так как надо естественно сверху лучше тоже имеет простым для накрывания который достаточно быстро оперировать сложно было вдоль до оставим ее так вот открывая и закрываете части тела которые нам нужны в данном случае вот вдоль видите она немножко бог не закрывает получается человеку поэтому сложить ее можно например по-другому для этого мы используем складочки видите на ней в принципе видно да вот семени складок видно да там на камеру видно вот чтобы сложить то есть она сложена пополам вдоль получается длинная да такой удобно накрывать стол а если надо накрыть человека там достаточно половины ему накрыто нам сложить ее пополам но не вдоль поперек для этого мы берем за складочки там верно сложено вот аккуратненько выворачиваем обратную сторону вверхим двернем руки в данном увидите соответственно другую сторону накрывая либо нижнюю часть человека либо верхнюю часть человека вот но опять же нам надо если мы работаем с ногой нам надо много открыта для этого вот видите получается две ноги открыты очень хорошо лучше обработанную часть поверхности оставлять закрытой для этого мы берем теперь за кончики краешков просто не да и взмахом еще ловко раскрываем по всему корпусу человека для чего я про это так рассказываю потому что некоторые путается постоянно начинает там угол сюда он не так приложили еще как-то там крылья да это отнимает время массажа не человек который лежит он ну пусть не явно да но там для себя где-то внутри ставят вам небольшой минус там будет что-то возиться там не так подошел с точки зрения эргономики да я считаю что вам вот эти всякие плюсики вам шли вашу копилочку лояльность и пациента к вам во первых раскрыть простым да во вторых минимум обходить его вокруг с той стороны стола с этой стороны стола вот это еще один плюсик вашу сторону то есть минимум обходя надо все делать в одном месте ведь я постоянно практически стою возле его центра тяжести на эмоции тоже здесь небольшими движениями я открываю либо вот например лопатку или эту руку либо вот эту ногу развить одним движением накрыл с этой стороны раз раскрыл одним движением видите я никуда не бегу не суючусь вокруг него то же самое принципе касается когда вы меняете позу вокруг человека да и обходите его вокруг стола одно из правил филигранности работы массажиста тоже пусть как его копилочку профессионализма это желательно не отрывать руки вообще пациента то есть если вы когда начали работать да вы как положили руки так и действует если вы берете маслом должен рядом стоять или используется поиск такой для масла то вы быстро налили и практически коснулись человек если вы его обходите то обходите ну вот надо вам обойти до обходите с помощью но либо хотя бы так протрите до контакт есть контакт налажен то есть от начала массажа до его финала желательно не отрывать руки вообще особенно если человек другого пола то есть на еще на женщину лучше держать мужчину лучше держать метров хотя бы пальчик хотя бы делайте вид что вы что-то массируется в этот момент вы откроете вот уже идет какое-то раздействие успокоение то же самое касается экономики масла не должно оно стоять где-то там в одном углу вы постоянно бегаете там по и руку забыл помазать раз сбегал туда-сюда туда-сюда бегает масло должно потерять нам как я уже сказал это во первых во вторых масло должно заранее предусмотреть какие вы части тела будете делать и тогда нанесите масло чуть больше на те поверхности сейчас я без масла просто покажу на те поверхности которые в дальнейшем будете применять например вы работаете с воротниковой зоны до ширина воротниковой это практически головы до лопаток маслом если сюда обработали да а на эту сторону с масло не хватило но не чувствуете что уже впиталось да где можно сэкономить масло наливаете его сверху на свою руку это часть тыльной стороны ладони не работаете да пока лопатку и когда перевозят другую сторону раз масло сразу сняли обмакнули человека и уже перешли ведь не отрываясь от него перешли к другой части тела либо масло например когда мы работаем с ногой мы нанесли масло нас упали нас ноги до проработали ее а потом нам надо с этой стороны болен проработать а тут то масло метал особенно если человек волосатый волосатыми ногами то ему будет болезненно будут дергать волоски да поэтому яма составляю на его подложке заранее чуть побольше пока я наносил масло везде на помощь чуть побольше нанес когда мы переходим к этой части отсюда масло снимаю и разглаживаю по той тыльной стороне ноги где его до этого не было опять же не хватило нас масло да но поскольку у нас работа с локтями локтями тоже работаем мы можем наполнить нас локтей стереть масло ну там будучи такие моменты вам покажу где мы локтями тоже вот свое остатки масла своего добавляем клиенту такой вот небольшой плюсик по поводу волос ладно это я потом поговорю там отдельный такой лайфхак есть вот когда человек переворачивается тоже посмотрите минимально используем загибы простыми буквально раз одну треть сложили до вторую треть сложили на четверть можно поделить просим человеку переворачиваться его если он там голый то соответственно никому не показали и учебеска и сами не увидели и все осталось вот на таком уровне раскрытым да и соответственно и наоборот в обратную сторону если надо много вот так же открываем вот когда мы работаем с передней части корпуса человека до подушку под ногами в принципе не нужно ну смотрите у меня она мягкая поэтому в принципе ему не тяжело не тянут ноги да а бывают такие жесткие высокие они тянут ноги желательно их надо пить либо убрать либо подложить под колени потому что когда мы работаем с животом нам даже мышцы живота расслабились и когда работаем с ногой нам удобно внутреннюю сторону ноги ноги так тоже вот обрабатывать подушку здесь в этом месте теперь еще раз показываю как легко человека вас два переворачивайся и опять легким одним движением расстелили да погодив то что нам нужно если опять же просто не да вот мы закончили массаж например вузы ног ноги последнего года у нас заказаны тогда тоже легонечку в конце движения смахиваем просто потянули ножки и просто уже практически оказалось почти сложно пополам только остается ее довершите сложение таким способом ну и соответственно брать вот работа с постоянными тоже такой небольшой лайфхак для вас как для профессионалов а вот отдельно для женщин хочу подсказать еще про что иметь в своем арсенале маленькую подушечку либо полотенце вам придется скручивать для того чтобы подложить под косточки женщин особенно у худых вот эти вот бедренные кости да и бедерно-тазовые они выбирают поэтому чуть-чуть поднимись да вот именно под эти кости подушку можно полотенце свернуть принципе тут не принципиально вот на этом подготовка пациента к массажу закончена сейчас мы будем переходить к массажу спины вот видите запутался сам объяснял объяснял цифер сам забыл за потому что заговорился не аккуратно сложил вот видите смотрите как разложить полностью просто сразу на человека быстро для этого нужно сделать осталось вас после какой-то процедуры сложно пополам до для этого надо и ею взмахнуть и в воздухе сделать еще один дома пусть и туда небольшой воздух вот ведь и так одним ловким движением фокусника человек полностью покрыт так ну что ж если у нас смотрится только в видеозаписи да они ходят наши тренинги то вы много теряется потому что многие нюансы все равно не проговариваются получается только на натуре мы тут ставим руки отрабатываем все приемы на живых моделях поэтому лучше приходить на тренинг подписывайтесь на наш канал ставьте нам лайки это такой знак а не понравилось можете дизлайк поставить до новых встреч